Великобритания 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 цитоксическим эффектом против опухолевых клеток. Во-вторых, они презентируют опухолевые антигены для того, чтобы индуцировать уже цитоксические Т-лимфоциты, которые убивают опухолевые клетки. В-третьих, они помогают друг другу. Показано, что пазмоцитойные дедритные клетки стимулируют противоопухолевую активность миелоидных дедритных клеток. И, наконец, что самое не очень, так сказать, хорошее, о том, что дедритные клетки могут становиться не иммунокомпетентными, а, наоборот, вызывать, индуцировать толерантность. Это показано чётко, что и в опухолях ноги, что дедритные клетки могут выступать в роли клеток-супрессоров. Ну вот, всё это зависит от того, какие регуляторные факторы подействуют на дедритные клетки. Они могут индуцировать её в сторону толерогенных, а могут индуцировать в сторону иммунокомпетентных клеток. Значит, вот клетки, которые сейчас вообще используются в клеточной медицине, и у нас, к сожалению, почему-то, значит, под клеточными технологиями и регенеративной медициной принимаются в основном стволовые клетки, о чём вот сегодня всё время говорилось. Всё это хорошо, всё это замечательно, но иммунокомпетентные клетки, с помощью которых уже весь мир, так сказать, лечит основные заболевания человека, как-то в меньшей степени у нас, вот, к сожалению, и сегодня, и в деятельности будущего общества касается. А вот клетки иммунной системы используются при лечении обухолей, вирусных инфекций, аллергических заболеваний, аутоиммунной патологии, иммунно-аллергических бесплодий. Вот эти все методы работают у нас в институте, и достаточно эффективно мы получаем эти жертва. Почему дедыритные клетки? Потому что они всё-таки больше показаны, что они более эффективно презентируют антиген, чем макрофаги, и они способны также преодолевать толерантность, которую они же и себя индуцируют. Актуальность проблемы. Вот, значит, по данным ВОЗа, в 2008 году, 2000, умерло 7,6 миллионов человек, что соответствует 13% и числа всех смертей в мире, соотношение и так далее. Но вот американцы и футурологи 17-й год объявили годом победы над раком. Но я думаю, что это не произойдёт, потому что в 1919 году они же объявили 2008 годом победы над раком. Но вот, значит, победы не произошло. В начале время проводится 300 клинических испытаний, только 3 у нас в России. И это очень печально. Я в прошлом году был в институте Пастера на конференции, посвящённой дедритным клеткам, где 3 дня с утра до вечера обсуждалась проблема о дедритных клетках и её роль в лечении. Сейчас вот у нас планируется в начале июля форум иммунологических обществ в России. Мы еле-еле собрали на воркшоп доклады по дедритным клеткам у нас в стране. Это очень печально и, так сказать, настораживает наше очень большое отставание в этом вопросе. Значит, какие генные детерминаты используются для стимуляции дедритных клеток? Это пептиды, это РНК, это ДНК, которые котируют антигены, петопы укурюхантигенов. Как мы оцениваем эффективность происхождения вакцины? Это по её способности индуцировать токсические Т-лимфоциты в условиях инвитро и по её же способности стимулировать продукцию целого ряда цитокинов, интелликинов, лимфоцитов в условиях инвитро. Вот как получается для дедритной вакцины. Значит, берутся клетки, берётся опухолизатор данного конкретного больного. Клетки обрабатываются либо ЖМКСФ плюс интелликин-4, либо ЖМКСФ плюс альфа-интерферон. Проходят целый ряд инвитровских подготовок, и вот они подготавливаются к оценке эффективности против опухолевых активностей. Вот готовые уже дендритные клетки против больных раком и яичников. Обрабатываются мононуклеарные клетки больного дендритными клетками, дендритными клетками плюс опухолый лизат и дендритными клетками плюс лизат и плюс два интелликина, которые стимулируют функциональную активность дендритных клеток. Вот разница, какая при добавлении интелликинов разница активности дендритных клеток. Значительная разница. То же самое коллутеральный рак. То же самое добавление дендритных клеток с одним лизатом вызывает один уровень циротоксических лимлиоцитов. Добавление дендритных клеток плюс обработанных интелликином 12 плюс 18, значительно выше получается эффект стимуляции тельминфоцитов. Здесь вот использована дендритные клетки с плазмидой была, инфицированы дендритные клетки, сенсибилизированы. Эффективность плазмиды меньше, чем лизат, а эффект был вот несколько меньше, чем с одной лакциной. Праг волочной железы. То же самое эффект добавления дендритных клеток плюс лизат плюс интелликины, значительно ответ повышается по сравнению с одними дендритными клетками с лизатом. Рак волочной железы, только уже дендритные клетки были сенсибилизированы плазмидой. Против аутологичных опухолев клеток эффект тот же самый. Дендритные клетки сенсибилизированы и инъецированные с интелликинами гораздо эффективнее. Таким образом, в институте у нас разработаны готовые клинические исследования специфические вакцины на основе активированных дендритных клеток, сенсибилизированы опухолевым антигеном против рака молочной железы, колоректального рака, рака простаты и рака яичника. Осталось только за внедрением закона в нашей стране. Это уже подготовка к лечению больных с раком головного мозга. То же самое подготовка дендритных клеток. Тоже креоконсервация, генерация цито-токсических лимфоцитов. Это проверяется инвитро. И дендритные клетки готовых вакцины вводятся больному. Вот сделаны исследования контрольной группы без введения. Значит, количество вакцинаций, генерация иммунного ответа. Определялся ГИГЗТ к опухолицецированному антигену. Через 6 месяцев значительно высокий антиген. Пролиферативный ответ к опухолицецированному антигену через 6 месяцев значительный ответ. То есть все это говорит о том, что организм становится иммунным против опухолевых клеток. То же самое здесь вот по способности дендритных клеток стимулирует пролиферацию на опухолицецированный антиген. То же самое также вот добавление терекина-2 резко стимулирует ответ дендритных клеток на противопухолевый антиген. Больные по шкале Корновского через один год повышается качество жизни у этих больных. Значит, вот через год. Выживаемость через 24 месяца после эффективности до вакцины, кривая выживаемость стадии 4 гриобластомы выше, чем без иммунотерапии. Стадия 3 гриобластомы выживаемость значительно выше при иммунотерапии, чем без иммунотерапии. Что надо подчеркнуть, и вот сегодня тоже в докладах это было сказано об этом, что все клетки, которые получаются у больных и в дальнейшем собираются их используя для лечения, надо понимать, что они все клетки тоже больные. И мезохимальные клетки. Мы уже докладывали о том, что мезохимальные клетки от больных раком, от больных с розовым печенью, от атеросклерозом, они имеют целый ряд отличий по своим функциональным свойствам от мезохимальных клеток от донора. То же самое и с дендритными клетками. Вот здесь представлены дендритные клетки, полученные при гриобластомы, злокательной лимфомы, вирусной гипотии, туберроз легких. Целый ряд отличий их по функциональным свойствам от дендритных клеток доноров. То есть это говорит о том, что в принципе надо научиться лечить вот эти все клетки, которые мы будем использовать для лечения. Надо научиться лечить эмеглитры и только потом уже, так сказать, возвращать назад здоровыми для получения, возможно, большего эффекта. Значит, это вот как раз о чем я сказал, что о лечении клеток. Дендритные клетки подвергаются при опухоли целый рядом негативным воздействием, за счет чего они утеряют активность. Самое главное, что здесь вся проблема с опухолем и во многими другими клетками. Мезохимальные клетки в опухоли, дендритные клетки в опухоли, лимфоциты в опухоли, они все становятся клетками-супрессорами. И дендритные клетки становятся супрессорами, вместо того, что стимулируют. Мезохимальные клетки становятся супрессорами, так называемые Т-регуляторы прямо нафаршировывают топовые макрофаги, становятся супрессорами внутри опухоли. Поэтому самая главная здесь задача – научить эти клетки переходить из стадии супрызия в стадии иммунной активации. Ну и, в принципе, на будущее, я думаю, что, конечно, какими-то одними клеточными элементами мы не сможем излечить. Мы задерживаем рост опухоли, мы получаем эффект. Но надо научиться, чтобы лечить опухоль дедритными клетками, плюс макрофагии, плюс телемфоциты. И главное, что? Главное, очень важно, научиться бороться против супрессорных клеток. Это либо инъекция антител, либо аспирин. Аспирин в этом плане очень такое мощное лекарство, которое как раз подавляет супрессорную активность вот всех этих клеток-супрессоров, находящихся в опухоли. Поэтому проводится клиническое исследование лечения аспирина при колоректальной раме, раке. Ну и заключение, значит, вот такое, что, в принципе, мы должны вот эти методы разрабатывать. Еще раз говорю, что, с сожалению, у нас в России с такими методами иммунокоррекции совершенно практически очень мало исследований. То есть дедритные клетки, вот еще три, значит, исследования проводятся. Лимфоциты только у нас в институте проводятся. По крайней мере, мы не встречали институт. Конечно, это не говорит о том, что мы, так сказать, впереди всего мира в этом плане. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ